Здравствуйте, Олег Григорьевич. Здравствуйте. Вот я представляю, так сказать, организацию Городское родительское собрание Петербургское. Несколько месяцев тому назад я услышал по радио вашу беседу с ведущей. Я думал, что известный популярный артист будет говорить о творчестве, музыке, о попсе, может быть. Вы вдруг сказали вещь, которая меня поразила. Поразила, потому что я услышал из уст творческого человека. Национальной идеей должно стать образование. Это попало в резонанс с тем, что я сам думал и чувствовал. И за 2-3 года до того я писал письмо на имя президента Медведева, где говорил, что национальной идеей должно стать образование. Скажите, пожалуйста, что вы понимаете под этим термином образование и как национальная идея может реализовываться? Мне кажется, что мы бы очень сильно сэкономили, если бы нашей национальной идеей было образование. И я бы сказал обязательно воспитание. И даже, может быть, воспитание и образование. Может быть, это назвать просвещением. И, может быть, Пушкинский лицей является каким-то маяком для нас, когда лучшие люди общества воспитывают подрастающее поколение. И, знаете, в Челябинске у нас есть такой лицей. Но, наверное, мы бы не смогли без помощи других людей это воплотить в жизнь. Мы прежде всего отобрали лучших педагогов области, которые занимаются с детьми в трудной ситуации, просили говорить, у которых сложно в семье. И вот таких детей отобрали, и лучшие педагоги области занимаются с ними пением, английским языком. Но, прежде всего, воспитанием. Прежде всего, воспитанием отношением к жизни. И мне кажется, что этим должен заниматься не благотворительный фонд, а должно заниматься государство. Должно заниматься государство. И тогда только, может быть, мы в результате через какое-то время получим плоды. И мы бы очень сильно сэкономили, потому что это касается всех без исключения областей нашей жизни. И экономики, и искусства, и, я не знаю, всего. Потому что, если туда придут воспитанные люди и образованные, все будет по-другому в этой жизни. А как государство будет этим заниматься? Государство — это вообще, говорят чиновники. Наше образование и так подчинено чиновнику целиком, полностью. Вот Александр Адобожьян сказал, что физкультуру, в школах, должны вести мастера спорта. Потому что у нас мастеров спорта много, а преподавателей в школе не хватает. Почему? Потому что им нужно не на 30% увеличить зарплату, а в 30 раз как минимум. И тогда туда придут люди. Конечно, здесь должен существовать отбор, но это как, знаете, какие-нибудь 25-тысячники. Сейчас вот только такие меры должны быть, что государство должно направить лучших преподавателей в школы, в вузы и действительно на это потратить часть бюджета значительную. При этом нужно знать и следить, как деньги расходуются. Конечно. Вот здесь замкнутое колесо. Потому что, если бы это произошло, то люди бы меньше воровали однозначно. Конечно. Потому что это невыгодно, потому что это воспитанные, образованные люди. Но у нас их нет. И как сейчас быть? Но хотя бы, хотя бы обратить на это внимание и начать этим заниматься. Хотя бы. Я уже 12 лет пытаюсь публично, потому что я говорю, противостоять этой системе, выступаю в газетах, на радио, на телевидении. Ничего не удается сделать. Понимаете, до тех пор, пока не отследишь, как эти деньги расходуются, не просто не воровать, нет, просто на какую цель. Это все равно, что, вот как мне кажется, уж простите за метафору, все равно, что бросать купюры в такую электростанцию, говорит, мы вкладываем деньги в энергетику. Наше образование подчинено чиновнику. Чиновнику безразлично. Уровень знаний, и уж тем более воспитание. Ему важна отчетность, положительная успеваемость. И школьному преподавателю выкручивают руки, чтобы не было двоек, чтобы была полная успеваемость. Показуха полная. Показуха. Понимаете? Полная успеваемость. А вот приходят люди, даже сдавшие пресловутый ЕГЭ, со ста баллами, тут же было проверено в Московском университете, Кто-то мне недавно сказал, такой анекдот, значит, билет школьный. Что смешалось в доме Облонских? А. Все. Б. Ничего. Вот, собственно, уровень глубины. Ну, так вот, что-то нужно сделать, нужно изменить, проанализировать сперва, механизм работы, конструкцию вот этой системы образования. Я встречался с человеком, который просил меня называть. Он общается и с администраторами, и с чиновниками от образования, и с рядовыми преподавателями. Говорит, что от преподавателей, школьных администраторов слышат одно. Дайте нам спокойно работать. Ведь школьный педагог завален тысячей бумажек отчетности. А. Вот практически в том фонде, в Челябинске, да, работают люди, и все у них получается, все происходит. Это отдельно взятый даже, может быть, город. Хотя сейчас из области мы набрали еще 50 человек. Но это же получается. Вот именно вот это нужно расширить на всю страну. Это очень трудно. Можно сделать один выплеск, так сказать, протуберанец, когда вы вашим авторитетом поддерживаете. Понимаете? Может быть. Может быть, при этом давление чиновника оказывается поменьше. У нас тоже есть несколько таких учебных заведений в городе. Ну, скажем, Алферовский лицей. Есть еще одна гимназия, которую я знаю. Лицей тоже называется. Где действительно дают знания. Действительно, вот когда приходят ко мне студенты, спрашивают, из какой вы школы, какую окончили, называют номер, ясно, тут все в порядке. Но их единицы... Ну, вот вы знаете, это должно стать очень бунтным. Для этого должны подключиться все институты, в том числе даже в первую очередь, может быть, телевидение, которое сейчас является не рычагом образования, воспитания, просвещения, а наоборот, наоборот, тормозом, тормозом в воспитании и в образовании. Конечно, есть отдельные передачи, но они настолько ничтожные, они меньше одного процента занимают. А как сделать так, чтобы образование стало... Образование, образованность стала модной и престижной? Если бы я знал, как. Надо разговаривать с правительством, надо разговаривать на высшем уровне, во всяком случае, не опускать рук и не оставлять надежд. Ну, понимаете, не опускать рук, ну, скажем, с моего уровня, там, рядового доцента, можно, но добраться до правительства до Бога легче дойти, чем до высокопоставленного чиновника. Может быть, я уже предлагал даже и на радио, и на телевидении организовать общественное движение «За школу без фальши». Как вы думаете, сколько заведомо недостоверных аттестатов выдается в нашей стране каждый год? Ну, наверняка выдается. Да, наверняка. Сколько? Ну, навскидку. Не, да, даже я никогда не был поклонником цифр, я просто это вижу и понимаю, что... Понятно. Вы творческий человек, я и не требую, и не настаиваю, чтобы вы давали точный, математически точный или юридически точный ответ. Несколько сотен тысяч каждый год дается. Бывший министр образования Филиппов, урочек в Петербурге, говорил, что половина школьников не осваивает большинство дисциплин, аттестатов и в Ург-7. На тот момент это было 750 тысяч. В 2006 году министр нынешний Фурсенко говорил, что больше 30% выпускников школ не знают математики. Положительный аттестат и выдали всем. На тот момент это было больше 400 тысяч. Только по одной математике. Вот вы сказали движение, и я вспомнил, что было такое движение авторской песни. Да. Все-таки это определенная образовательная ступень к большой поэзии. И сейчас эта авторская песня находится вообще на улице. Нет никакого клуба, никакой хотя бы там трех комнат, где бы могли размещаться рукописи Галича, гитара Висбора, огромный архив наших лучших бардов и студия, может быть, малый зал, большой зал для занятий. На это у государства нет ни денег, ни возможности. И целое движение вот это находится просто на улице. И мы сейчас вот пытаемся, уже лет 10 мы беседуем о том, чтобы в Москве или в другом месте был какой-то такой организационный центр, вот такой дом авторской песни. Никому это не надо. А еще больше меня восхитило и потрясло, то, что мы сняли клип на стихе Александра Сергеевича Пушкина. «Да здравствуют музы!» Музыку написал Давид Тухманов. Мы все это спели. Вениамин Смехов читает стихи с Мариной Есипенко. Мы это дело поем. И ни один канал, ни один канал за деньги, даже когда 210 лет Александру Сергеевичу Пушкину, и мы говорим, ну покажите, мы заплатим наряду вот с теми клипами, которые идут наряду за деньги, без всяких скидок, ни один канал не взял. Это просто какая-то диверсия. Вы понимаете, я не раз слышал от серьезных людей, остепененных, занимающих должности, кандидатов, докторанов. Дескать, это происки забугорных врагов, которые нам, простите, в Канена какали. Да ничего подобного. Не забугорные враги заставляют наших педагогов рисовать тройку там, где кол в группе Сульском. Я понял, что надо трясти правительство. Трясти, разговаривать. Для этого нужно движение. Для такого движения, как мне представляется, я плохой организатор, никудышный, поэтому, может быть, я сильно ошибаюсь. Для этого не потребуется особого огромного помещения. То есть достаточно буквально нескольких инициативных человек. Что могла бы делать вот эта организация? Собирать информацию по России, анализировать ее, вырабатывать предложения, и как организация выходить уже на правительство. Но у нас наверняка есть какая-то организация. Есть, есть. Которая объединяет преподавателей. Да, да, да. Есть так называемый Всероссийский педсовет, по-моему, или Всероссийское родительское собрание. При партии «Единая Россия» одна из руководителей, председателя его, по-моему, Валентина Николаевна Ивановна, но, на мой взгляд, это декоративная организация, которая ничего не делает, по сути дела, только штампует некоторые общие решения. Вот что-то надо делать. Что-то надо делать. К тому же, нужно внимательно относиться и к правовой базе системы образования. Например, по 43-й статье, согласно 43-й статье Конституции, основное, гарантируется общая доступность и бесплатность основного общего образования. Нигде не указано, ни в Конституции, там, естественно, места мало, ни в законе, что такое общее образование, и что такое основное. Вы знаете, мы недавно встречались с преподавателем Ямбургом, и у него своя система, собственно, опробованная и результативная, и, конечно, надо такой опыт распространять. Вот такое движение могло бы способствовать распространению. Я за. Давайте, вот вы, как творческий человек, москвич, по возможности, поговорите с земляками и коллегами. Может быть, можно что-то будет сделать. Я обязательно поговорю еще раз. Мы договорились встретиться с Ямбургом, и, может быть, что-то вот на эту тему он знает гораздо больше, потому что он в процессе. А я так понял, что для меня это удивительно, что никого это сильно не волнует. Еще раз повторю. Четыре с половиной часа беседы премьер-министра, тем более предвыборные четыре с половиной часа, с населением, и один вопрос. Будет ли те на Кандалаки министры? Два с лишним, два часа. Будет? Да пусть будет, ради бога. Ради бога. Я не против, она очень красивая женщина. Я с удовольствием подойду к телевизору и посмотрю, полюбуюсь. Но делать-то надо что-то. А надо смотреть, какова конструкция, принцип построения этой системы. Принцип, по-моему, порочный и преступный. Сотни тысяч фальшивых аттестатов. Это говорит о том, что имеет место всероссийский служебный подлог. Статья Уголовного кодекса 292. В общем, будем биться. Давайте. Спасибо. Держим связь и надеюсь, еще встретимся. Спасибо. Спасибо вам.